Всем привет, все большие молодцы, кто добрался до фестиваля. Значит, у меня сегодня будет выступление. Я уже понимаю, что у большого количества посетителей вопросы. И когда вы Антону задавали вопросы, вы задавали вопросы вообще по всей, так сказать, возможной палитре. Поэтому я думаю, что я буду говорить где-то час и полчаса на вопросы. Также у нас будет время завтра. Антон, в каком слоте, вместо кого? Да, Антон скажет. Антон скажет. Так, значит, пару слов обо мне, чтобы вы не думали, что я какой-то случайный человек. Я 25 лет в науке, 25 лет занимаюсь эпохой викингов. Я был хранителем в Государственном Эрмитаже, хранил коллекции восточных монет, связанных с эпохой викингов. Потом я работал в Швеции 4 года научным сотрудником. Сейчас я работаю в Тюменском государственном университете преподавателем, старшим научным сотрудником славяно-финского отдела Института истории и материальной культуры и ведущим научным сотрудником лаборатории популяционной генетики имени Балановского и Балановской в Москве. То есть вполне, так сказать, давно в теме, давно в деле. И сегодня мы с вами должны поговорить. У нас сегодня будет такое общее введение. Но поскольку очень много специалистов первого звена, первой категории будут делать свои выступления сегодня, завтра, послезавтра, у вас есть возможность послушать вообще все то, что сделано в викинговедине за последние годы ведущими экспертами. Значит, у меня есть презентация, но поскольку сегодня день весьма солнечный, вы ничего не видите. К сожалению, мне придется все говорить дополнительно словами, поскольку презентация, в общем, она красочная, то есть там есть цвет, там есть много фактов, но все придется говорить дополнительно словами. Значит, введем такое правило, если что-то непонятно, прерывайте меня и кричите с места. Так, где у нас фокус видеосъемки? Вот здесь фокус видеосъемки. Значит, правило — кричать с места, если что-то не ясно. Прерывать докладчик — это нормально. Если мы считаем, что мы, так сказать, слушаем до конца, мы рискуем забыть вопрос. Поэтому есть такой формат семинаров, когда мы можем прерывать, кричать с места и уточнять. Окей. Термины. Есть две хронологии эпохи викингов. Одна, так называемая, традиционная или узкая, она распространена в англо-американском мире. В мире, в которой связывают с эпохой викингов ключевые события своего становления в эпоху раннего Средневековья. И она очень точная. Когда точная хронология, у которой есть точная дата начала и точная дата конца, это всегда немножко подозрительно. Потому что мы думаем, что события эпохи викингов случаются по щелчку в один год. По этой узкой хронологии это 793-1066 год. От первого нападения викингов на территорию англо-саксонских королевств до завоевания нормандским герцогством территории Англии в 1066 году битва при Гастнинсе. Но это все прекрасно, но история не делается за год. Поэтому есть понятие «долгая эпоха викингов». Что это значит? Это значит, что крайние точки, когда у нас появляются проявления и материальные маркеры, и до времени, когда они полностью исчезают. У эпохи викингов есть жесткие маркеры, которые в археологии абсолютно очевидны всем, кто копает соответствующие памятники. Эти маркеры связаны с тремя независимыми группами реалий, с монетным обращением, с искусством и с вооружением ремесу. Соответственно, вы всегда можете быть уверены, что конкретный памятник – это викингский памятник. Так вот, по этой долгой хронологии эпоха викингов началась около 750 года, плюс-минус, и закончилась около 1150 года. Мир викингов огромен, события происходили неравномерно, но 750-1150 – это максимальная хронология. От первых проявлений до финала последних проявлений. У вас был вопрос? Вопрос, да. Викинги же вот эти, условное название, это же северо-германские племена, правильно? Не в бровь, а в глаз. Об этом будет второй и третий слайд. Просто, чтобы вы нам рассказали, если уж про викингов речь, чем, как определяют северо-германские и скандинавские, где вот этот водораздел? Значит, терминология. Скандинавы и северные германцы – это одно и то же. Полная синонимия. Тоже германские, но не северные. Не северные. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Итак, у нас есть долгая хронология. 750-1150. 750 – это возникновение первых викинских городов. В Швеции – это город Бирка, о котором уже упоминал Антон. В Восточной Европе – это староладожское поселение. Оно возникло в 754 году. Почему мы знаем? Потому что в раскопках 1980-х годов, которые вел Евгений Александрович Рябинин, он докопался до слоя с хорошо датируемыми бревнами. Эти бревна методом так называемой дендархонологии были датированы второй половины VIII века. И самое раннее бревно в первом строительном ярусе. Вот вопрос. 754 год. Вопрос. Там, по-моему, до викингов, скандинавов, были накопаны финские поселения сначала. Потом скандинавские, потом славянские. То есть как вот их отбивали, занимали, хронологически это прослеживается именно у археологов. Так же ведь, по-моему? Да. Нижнее Палаховье – это регион тесного взаимодействия разных групп языковых и этнических. Но староладожское поселение – это абсолютно потрясающее место, в котором одновременно возникают взаимодействия этих всех групп. И самое главное – очень мощная, плотная жизнь, которая связана с ремеслом, с торговлей. Прямо в нижних горизонтах староладожского поселения у нас большое количество монет из Востока, серебряных. Это маркеры начавшейся новой эпохи. Ничего подобного до 750-х годов не фиксируется ни в Скандинавии, ни в Восточной Европе, нигде. Итак, 750-е годы. Финал связан с длительным процессом христианизации, политогенеза, то есть возникновения государств и замены викинского образа жизни, викинского мышления на стандартное христианское средневековое мышление. Последнее переживание эпохи – это Готланд, 1140-1050-е годы. Еще в 1140-х годах зарывается последний огромный серебряный клад абсолютно викинского облика. А уже около 1150-го года, как реконструируют шведские историки, все серебро Готланда собирается у владельцев, и на это серебро строится около 50 церквей каменных на всем Готланде. И вот строительство каменных церквей – это финал. Все, эпоха викингов полностью заканчивается. То есть она начинается в середине 8-го века и заканчивается в течение 2-й полной 11-го, 1-й полной 12-го. Значит, запомните эту хронологию, это нам понадобится. Первая карта, к сожалению, вам не видно. Это карта, на которой помечены зоны викинской активности в Западной Евразии, в Северной Атлантике. Вам не видно, что на этой карте есть несколько цветов. Цвет, который обнимает современную Данию, Швецию и Норвегию, это цвет, которым маркированы так называемые исходные зоны активности. И дальше цвета – оранжевый, желтый, зеленый – это зоны хронологии. И докуда они в своей западной, юго-западной и восточной экспансии достигают. Вплоть до 11-го века. То есть на этой карте вы ее можете, на самом деле, сами посмотреть в интернете. Вбейте в Google The Viking Expansion, и у вас будет все, что надо. Она многочисленная, она на многих сайтах есть. Это отличная карта. Обратите, пожалуйста, внимание, что наша Восточная Европа – это зона активности 10-11 веков. Вплоть до Урала. И возникает вопрос, кто были эти люди? Что это такое? Ответить на него весьма легко. В литературе, которая отмечена таким релятивизмом или, можно сказать, постмодернизмом, говорят, ну что вы, викинги, это не скандинавы. В викинги могли записаться все кто угодно. Да, это так, но почему-то на первом этапе только носители определенной территориальной идентичности и определенного языкового бэкграунда называются викингами в синхронных источниках. У эпохи викингов три модуса. То есть, чтобы быть викингом, нужно заниматься тремя вещами. Нетипичными для более раннего времени и нетипичными для более позднего времени. Эти вещи связаны с образом жизни. Этот образ жизни включает в себя три компонента. Первый — это грабеж. Викингские рейды — это то, что начало приводить в ужас в конце VIII на протяжении IX века все население Западной Европы. Совершенно верно. В монастырях и в храмах, в пятничных и воскресных молитвах воздавали молитвы «Боже, сохрани нас от гнева норманов» на латинском языке. Итак, рейд — это набег, викингский набег. Викингские набеги осуществлялись по морю и по рекам. Викинги на раннем и среднем этапах — это морские войны, морские кочевники, морские грабители. Везде, где они видят наживу, они высаживаются на берег, вооруженные до зубов, и грабят. По состоянию на II половину IX века количество викингских набегов, которые зафиксированы в письменных источниках, превысило 70 годов. То есть буквально каждые полтора года какие-то викинги высаживались и грабили. Количество набегов, которые не учтены в письменных источниках, намного больше. Да, совершенно верно. Это морской вариант той самой экономики. По-английски она называется экономика рейдов, рейд-экономии, которую обычно практиковали тюрки, тюркские кочевники. Вот то же самое, но на море с помощью драккаров начали практиковать викинги. Грабежами они занимались на протяжении всей эпохи викингов. В сагах, которые повествуют уже о взаимоотношениях Исландии и Норвегии, рейды грабительские молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет считаются нормой. Поэтому вы не можете претендовать на хороший викингский статус, если вы в очень раннем возрасте не начинаете ходить в эти рейды. Второй модус – это торговля. В Северной Европе торговли до 750-х годов не было. Мы ее не видим ни в археологии, ни в письменных источниках, ни по всему спектру наших знаний о довикингской Скандинавии. Почему так было? Потому что довикингская Скандинавия – это локальные общества, общества, которые живут на тех территориях, на которых расположены фермы, земельные участки. И вот этот круговорот ресурсов и потребностей не выплескивается за пределы Скандинавии. Внезапно оказывается, что с 750-го года начинается бурная интеграция Скандинавии в мировую экономику. А мировая экономика для той эпохи – это экономика, связанная с цивилизациями глобального юга, тогдашнего глобального юга – ислам, Византия, отчасти Западная Европа, Франция. И включаются в международный логистический оборот как поставщики товаров южного спроса на юг и поставщики товаров северного спроса на север. На севере было востребовано серебро, золото, стекло, предметы роскоши, парча византийская, арабская и так далее. На юге были востребованы драгоценные меха, рабы, оружие. Есть целый трактат II половины IX века, написанный на арабском языке, в котором есть такие строки. А самыми лучшими мечами считаются мечи, которые изготавливаются во Франции, в королевстве каролингов. И они лучшие. Действительно, халифат безумно ценил каролинские мечи и торговал на них с викингами уже начиная с начала IX века. Третий модус эпохи викингов, который характерен для более позднего этапа. Не для раннего, не для среднего, а для позднего. Это наемничество. Первыми наемниками, скандинавами выступили русы в 940-х годах в Византии. Мы знаем об этом из греческих источников. И впоследствии на протяжении II половины X, XI, XI, XII веков русы как наемники возникают в арабских источниках, в византийских и в западноевропейских. У вас вопросы? Да, у меня вопрос по поводу торговли. На лошадях викинги ездили? Они убрали арабских лошадей? Или наоборот арабы? Это отличный вопрос. У викингских элитах было всадничество. Вот завтра будет выступать Василий Новиков, он специалист номер один по викингскому всадничеству в Восточной Европе. Он расскажет гораздо точнее. Но это элитный слой. В норме среднестатистические викинги лошадями не пользовались. Более того, у нас есть один источник, опять же греческий, это хроника Иоанна Скелиция, где есть такие строки, что русы не любят ходить в бой конными, потому что они не любят ездить на лошадях. Они идут в бой пешими, высаживаясь на берег из своих ладей. Вопрос? Вопрос по поводу названия русских. Чуть позже, чуть позже, чуть позже. Значит, итак, три модуса. Грабеж, торговля и наемничество. Возникают они не одновременно. Грабеж и торговля возникают пораньше, наемничество добавляется чуть позже. После середины 12 века все эти активности исчезают из источников, из археологии, из исторической арены. Вот эта вот экспансия с Казинавой, она же при этом фиксируется демографическим взрывом, да? И с чем он связан? Вы это не пытались исследовать? Значит, демографический взрыв фиксируется в первой половине 8 века. С чем он связан, об этом дискутируют. Значит, есть такая самая, можно сказать, обоснованная схема аргументации, согласно которой на протяжении 8 века наступает климатический оптимум. Мы это знаем по кривым климата, который приводит к улучшению сельскохозяйственных условий в самой Скандинавии. И оказывается, что за полвека-век количество народу, которое можно прокормить и породить на территории вот этих вот скандинавских хоумлендс, прародин, родин, оно возрастает, да? Избыточное население куда-то необходимо девать. Когда вы сладите, еще и в Саразии не приладите. Да, значит, вот этот климатический оптимум раннего Средневековья – это штука, с которой приходится считаться. Особенно после того, как историки в последние 50-70 лет обращают большее внимание на климатические колебания, чем раньше. Потому что климатические колебания у нас в письменных источниках напрямую не вылезают. Но когда, значит, демографы начинают сравнивать колебания, флуктуации населения по регионам, они вдруг увидят, что где стало теплее, где стало больше всего расти, стало расти население. Это довольно естественный процесс. Сэу. Так, нам надо идти дальше, срочно. Так, дальше-то нам надо идти, а пикалка не пикает. Ага, пикает. Так, карта номер два, немножко похожа на карту номер один, это карта германских языков. Вопрос, который был задан относительно языковой атрибуции. Значит, на протяжении первого тысячелетия нашей эры, нашей эры, да, то есть не до рубежа эр, не когда там Цезарь воевал с галлами, а чуть позже, произошло массовое расселение всех германских племен, вот примерно из этой территории, Дании и север Германии, на север и на континент. Была еще восточная волна, но к концу первого тысячелетия нашей эры от нее ничего не осталось. А вот те германские языки, германские народы, которые существуют на протяжении Средневековья и существуют до сих пор, все они расселились активно в первой половине первого тысячелетия нашей эры и сформировали государственность после пятого века нашей эры. Кроме скандинавов, скандинавы или, как еще говорят, северные германцы на протяжении первого тысячелетия нашей эры говорили на одном языке. Этот язык зафиксирован письменными памятниками примерно с пятого века нашей эры, и он минимально отличается от того прототипа общегерманского языка, который реконструируется лингвистами примерно на первый век до нашей эры, на время, когда вот из этой зоны началась экспансия на север и на юг. Поэтому, когда лингвисты изучают историю германских языков, для них самыми важными показаниями, самым важным материалом является материал скандинавских языков, а из всех скандинавских языков самым важным является древнеисландский, потому что он реально объективно самый архаичный германский язык из всех существующих. За последние тысячи лет он практически не поменялся. То есть если вы поедете в Исландию и послушаете, как они говорят, то они, конечно, говорят не совсем так, как тысячу лет назад, но пишут так, как тысячу лет назад. И более того, они могут читать без подготовки памятники и исландской литературы, записанные в XII-XIII веке нашей эры. А вот русские и древнерусские летописи читают с трудом. Мы все с трудом. Мы все с трудом. Мы все с большим или меньшим трудом. Но древнерусские и современные узкие неотождественны. А вот исландские и древнеисландские почти неотличимы. Так вот, здесь показана карта примерно на X век, потому что Исландия уже заселена, Норвегия уже заселена до Полярного круга, в Швеции племена Свеев и Гаутов уже сформировали Единое Королевство. Так вот, значит, здесь еще одна карта такая, тоже она цветная на самом деле, но вот здесь мало видно. Список всех германских языков и северные языки — это вот этот ареал. Из современных языков это шведский, норвежский, датский. Они более продвинуты по своей структуре и дальше отошли от викингского прототипа. Более архаичным является фарерский язык вот здесь, фарерские острова расположены. Маленький такой архипелаг. И самым архаичным является исландский вот здесь, где Исландия. О диалектах скандинавского языка, или его называют древнесеверный, древнескандинавский — это все одно и то же, абсолютно. Все эти термины идентичны. О диалектах Восточной Европы мы не знаем ничего, кроме того, что они были, потому что от них сохранились имена. В древнейшей русской летописи, которая называется «Повесть временных лет», есть так называемые договоры Руси с Византией, где списки подписантов даны в кириллической графике, но это сплошь скандинавские имена. И таким образом оказывается, что с точки зрения лингвистики весь викингский мир на протяжении первой половины эпохи викингов был однороден. Почему мы твердо знаем, что все скандинавские языки произошли из одного языка-источника? Поскольку есть такая процедура, она называется сравнительно историческая реконструкция. Когда вы берете близкородственные языки, систематически сравниваете их элементы друг с другом. И возникает так называемая сетка фонетических соответствий регулярных. В неродственных языках таких соответствий нет. А в родственных языках они есть, потому что каждый элемент родственного языка произошел от одного элемента. Да, совершенно, но не только слова, звуки. И таким образом мы знаем, мы хорошо знаем, как эта речь звучала в эпоху викингов. Но не только потому, что мы провели сравнительно историческую процедуру. У нас есть письменные памятники. На протяжении всего первого тысячелетия нашей эры, начиная примерно с рубежа II-III веков и до VIII-IX, все германцы пользовались одной письменностью. Памятники которой широко распространены в тех зонах, где германские языки были распространены территориально. Вот на предыдущей карте. На этой карте, если бы вы ее видели, находки показаны точками. Это находки письменных памятников, написанных древнейшим германским алфавитом. Он называется «Старшие руны». И каждая точка маркирует точку находки одной надписи. Это Северная Германия, это немножко Западная Германия, это множко Дания, Швеция и очень много Норвегии. Древнейшие памятники сосредоточены вот здесь. Есть они в Восточном Вопе тоже. Готы пользовались этим алфавитом, но перестали им пользоваться на рубеже IV-V веков нашей эры. А все остальные продолжали пользоваться. Так вот, мы точно знаем, что алфавит, которым пользовались все германцы, был един, и язык, которым пользовались германцы северного ареала, Дания, Швеция, Норвегия, тоже был един. Как и у славян, только у славян чуть-чуть поюжнее. Здесь показан образец того, как это выглядело. Вы тоже мало что видите, но здесь глыба каменная, на которой вырезан алфавит. Вот прорисовка, а вот как это транслитерируется. Это просто список букв. Дата этого памятника, V век нашей эры, он найден в Швеции, конкретно на Готлэнде. Это местечко, которое называется Кюльвер. Кюльвер – приход Стоула на Готлэнде. V век нашей эры. Третий век существования рунической письменности для германцев и уже такое широкое распространение. Это просто список букв. То есть ученическая пропись. По-английски такие алфавиты называются футарки, потому что первые пять букв – Ф, У, Ф, А, Р, К. Первые шесть. И дальше от Ф и до конца просто прописаны алфавиты. В эпоху викингов такие прописи тоже существовали и активно открываются до сих пор. Любой викингский памятник, поселение приносит некоторое количество новых рунических надписей. Не говоря уже о том, что такие надписи иногда находят случайно, потому что в X-XI веке эту письменность регулярно использовали на могильных камнях. Так, это не то. А это образец второй по хронологии письменности, которая специфична именно для Скандинавии. 90% рунических памятников Скандинавии эпохи викингов написаны этим вариантом. Это так называемые младшие руны. Если старшие руны – это алфавит, который отлично отражает фонетику прагерманского и просеверногерманского языка, то младшие руны возникают в течение IX века н.э. Это ранние этапы эпохи викингов. И там меньше букв, поэтому они сложнее читаются. Но в X веке наступает взрыв распространения этой письменности. То есть это несколько тысяч рунических камней. И вот конкретно этот камень, он очень красивый, он датируется XI веком. Почему он так датируется? Потому что тут есть орнамент. Это такие удлиненные ленточные драконы с красивыми пальметками. Этот орнамент по хронологии скандинавского искусства атрибутируется звериному стилю рингерике, который датируется первой половины X века. Поэтому у нас есть точная дата. И здесь все читается. То есть все эти загогулины, этих удлиненных драконов заполнены буквами. Это рунический камень из Сёдерманланда. Это к югу от Стокгольма, провинция Швеции. Местечко, которое называется Скуэнг. Тут написано, перевожу с древнесеверного языка XI века. Харья, Леогас, Скамхалс и Олаф сделали этот знак по Свейну их отцу. Да поможет Бог ему. Как это звучало, мы тоже знаем. Нет, это памятник дохристианский. Потому что... Нет, Бог. Бог один. Это памятник первой половины XI века, когда христиан в Швеции было еще очень мало. А до официального государственного принятия христианства оставалось еще больше полувека. Официально Швеция стала христианской около 1100 года. Хотя отдельные конунги принимали христианство в частном порядке раньше. То есть Швеция стала христианской предпоследней из всех викингских стран. Последний стал Готланд. Таким образом, мы точно знаем, что население Скандинавии до эпохи викингов и на протяжении эпохи викингов говорило на конкретном языке, пользовалось конкретной письменностью старшими рунами до викингское время и младшими рунами в викингское время. Мы их буквально слышим. В этом нет никакой проблемы. И мы слышим, мы знаем, как они говорили, мы знаем, как они говорили на протяжении долгой эпохи и во всех тех странах, где они появлялись. Между прочим, в Восточном Европе у нас рунические памятники тоже есть. Причем зона их концентрации маркирует Северную Русь. Четыре надписи найдены в Ладоге, две найдены на Рюриковом городище в Новгороде. И единичные находки есть южнее. Нет, Владимира нет. Так, здесь вообще ничего не видно, но как бы здесь, что на этом слайде показано, здесь мы сейчас переходим ко второй микро-теме нашей лекции. Это про религию. Как я уже сказал, викинги имеют три модуса. И на всем протяжении эпохи, кроме самого финала, это абсолютно языческое общество. Общество, где язычество не теряло свои позиции перед христианством. Хотя с христианством викинги были знакомы и до эпохи викингов, и на протяжении, и после. Языческое общество предполагает, что система ваших воззрений не имеет ничего общего с монотеизмом. Все авторы, которые писали о викингах синхронной эпохи, западноевропейские и арабские, особенно арабские, самые лучшие сведения о викингах оставлены нам арабскими авторами 9-10 веков. Все они в один голос подчеркивают, что викинги жестокие кровожадные язычники, которые верят в больших богов, воздают им кровавые жертвы и так далее. И, в принципе, нам было бы ничего неизвестного викингской религии, то есть было бы известно только совсем чуть-чуть. Если бы в XIII веке великий исландский законоговоритель и епископ Снорис Турлусон не составил бы для нас целую энциклопедию. Я принес несколько книжек, чтобы показать вам и рассказать о том, что вообще можно читать. Лучшее пособие по древней скандинавской религии дано в двух памятниках. Первый памятник называется «Старшая Эдда». Это совокупность так называемых эддических песен. Это короткие песни о богах. Переведено на русский язык дважды. Но вот в данном случае у меня перевод, который менее известен, чем более классический. Это перевод 1921 года. Он недавно переиздан. Перевод Софьи Свириденко. Очень рекомендую его читать, потому что с точки зрения качества комментариев это гораздо более насыщенный перевод, чем перевод Тихомирова, который является классическим. Что касается более популярной литературы, то в этом году вышла книжка «Мифы языческой Скандинавии» Владимира Яковлевича Петрухина. Это переиздание. Первое издание вышло 20 лет назад. Но это переиздание неплохое. Очень рекомендую читать Петрухина, как популяризатор викинской религии. Он на русском языке лучше всех. В чем заключался основной смысл викинской религии? У викингов было несколько базовых богов. Мы их знаем по именам, по тем именам, которые звучали в Исландии в поздневикинское и поствикинское время. И звучали по всей Скандинавии, потому что святилища викинских богов, их известно несколько сотен, до сих пор отразились в топонимии. То есть если вы приезжаете куда-нибудь в Швецию или в Данию, на любое место, где вы видите топонимы с корнем Тур или топонимы с корнем Фрэ, то ясно, что это местное чтимое святилище Тора, Фреи, ну и, соответственно, скорее всего, Уден, по-шведски это Один. И культурный ландшафт всей Скандинавии до 21 века покрыт таким топонимом. То есть религия викинских богов была по-настоящему народной. У вас был вопрос? Я вот хотел спросить по поводу мифологии, религии. То есть, например, я скажу о римской религии, она правоприемствовала от греческих богов. Ей были аналогии, да, это как виблия от греческих богатств. А славяне с Грибалкией это наиболее древние, да, племена, я считаю, древнейшим германские. Ну, как бы... Ну, скажем так, виблийская генетика обречается так, да? Вот правоприемственность и аналогия, не то что аналогия, а даже практически как-то одно из другого. Вы находите в мифологии у славян, да, то есть аналогии просматриваются сразу. У славяна и германских времен, ну, богов, да, основных. Вот насколько эта связь реальна? Да, если читать древнеисландские тексты на темы богов и мифологии, то сразу можно убедиться в том, что древняя скандинавская религия очень молодая. Она не восходит ни к одному из более ранних прототипов. все боги... Гирилла, Гирилла там и так далее. Связь аналогии. Нет, нет. Прямой связи у германцев со славянским языческим нет. Нет. Более того, у германских, у германской системы богов нет прямой связи с более ранним индоевропейским наследием. Нет. То, что мы видим по гимнам, по текстам Эдды, у славян чуть больше. Тоже мало, но чуть больше. Но мало, но чуть больше. Значит, эта религия сложилась на протяжении первого числа нашей эры. Она инновационна, в ней нет древних компонентов. Но даже те компоненты, которые есть, связывают ее с Железным веком. Значит, в Эдде упоминаются несколько десятков имен богов и божеств, для которых возможно построить генеалогию. То есть сами древние скандинавы мыслили всех богов как одну большую семью, где есть старшие боги, младшие боги и разнообразные отношения между ними. Существуют фрагменты сюжетной прозы и сюжетной поэзии, из которых следует, что в предвикингское время возможно была какая-то интересная мифологическая традиция, аналогичная древнегреческой. Но она до нас не дошла, потому что то, что записано в Исландии в XIII веке, это все равно жалкие ошметки и жалкие фрагменты. Тем не менее, генеалогическое древо скандинавских богов удалось построить. Если вы прогуглите в гугле вот это вот генеалогия германских богов Джеффри Гильберт, вы получите хорошую схему и текстовые экспликации к ней. Для наших целей достаточно иметь трех главных богов. Это картинки. Здесь три очень известных статуэтки скандинавских богов, все металлические, все найдены на территории викингского мира. Первый это так называемый Один из Лейре. Один из Лейре это Дания. Лейре это одна из древнейших датских королевских столиц. это вещь начала X века. Почему мы точно знаем, что это Один? Здесь широкий трон и сидит человек в судя по всему парчевом одеянии, у которого по бокам две птички. Эти птички являются воронами. Почему любой персонаж с воронами идентифицируется как Один? Потому что в старшей Эдде сказано, что у Одина два ворона. И когда археолог находит вещь изобразительную, у которой есть атрибуты, он первое, что делает, это ищет аналогии в древне исландском мифологическом религиозном материале, чтобы идентифицировать это изображение. Если мы находим готландский изобразительный камень до викингского времени, VI века н.э., где изображен человек одноглазый, у которого в руке кольцо, это Один, потому что мы знаем, что Один был одноглазым, и его атрибутом был даритель колец. Если мы видим человека с двумя воронами, мы видим, что это Один, потому что у него два ворона. Сами древние скандинавы приписывали Одину несколько десятков функций, которые в разных мифах не идентичны друг к другу, поэтому иконография Одина очень разветвленная. Старшая Эдда записана в XIII веке, но сами тексты сложились рано, потому что то, что мы в них видим, те фрагменты сюжета, которые в них видим, один в один попадают в изображение до викинских готландских рисованных камней. На Готланде в до викингское время, V-VII век, были распространены огромные высокие стелы, плоские, на которых вырезались всякие сцены, и эти сцены мифологического содержания, и мы по ним видим, что это те же самые сцены, те же самые действующие персонажи, что и в Старшей Эде. Поэтому говорят скандинависты, что песни Старшей Эды сложились до эпохи викингов, бытовали на ее протяжении и сохранились только в Исландии. Вторая фигурка это так называемый исландский тор. Это вещь начала X века, найденная в местечке Эйроланд, и в настоящее время она находится в Государственном историческом музее в Верикявике. Это маленькая вещь, 7 сантиметров, то есть, когда ее фотографируют, думают, о какой огромный бронзовый литой тор, но маленький. То есть, вативная фигурка, скорее всего, на святилище. Почему мы знаем, что он тор? Потому что он сидит на стуле и опирается на трехконечный молот. Молот тора с точки зрения скандинавов имел три окончания. Не два, как мы привыкли, а три. И в младшей Эйде даже есть маленький эпизод, когда тор отправляется в Мидгард, и там у него происходит конфликт с великаном. и тор пытается убить этого великана молотом. И там написано, что когда тор спит, он бьет великана, и вместо того, чтобы попасть по великану, он попадает по скале. И на скале три квадратных вмятины. По-исландски «тря ферскейта далее». Значит, три квадратных вмятин. сланцы мысли молота Тора как трехконечный, каждый конец был не круглый, а квадратный. В данном случае у этого Одина такие более округлые концы. У нас есть много изображений молота Тора, поэтому любой человечек с таким молотом это Тор. И наконец, тут не видно, но есть еще один божок. Это фигурка из Реллинга в Швеции, где изображен бог в остроконечном шлеме с эрогированным членом между ног. И благодаря замечательным данным старшей Эдды мы можем атрибутировать этого бога как изображение бога Фрейра, потому что в старшей Эде сказано, что Фрейр это бог, который отвечает за плодородие и богатство. У более позднего немецкого хрониста Адама Брэменского в описании языческого храма древней столицы Швеции Старой Упсалы сказано, что до постройки деревянного епископского храма в Упсале там было святилище скандинавских богов в виде круглого святилища вокруг главного жертвенника и каждый бог имел какие-то свои атрибуты. Адам Бременский пишет «А у одного бревна был большой член». И это бревно это бог Фрея. Так что может быть и хорошо, что здесь не показан этот бог, чтобы меня не обвинили в пропаганде вольных проявлений чувств. Итак, что у нас здесь? Даже я не вижу, что здесь. А что на этом слайде должно было быть? Там книга, отлично. Переходим к третьему эпизоду нашей встречи. Это устная память. Значит, мы все уже убедились в том, что на протяжении первой части до нашей, прошу прощения, нашей эры в Скандинавии употреблялась письменность руническая. Она не употреблялась для записи длинных текстов. Она употреблялась для записи очень коротких текстов, причем очень стандартного содержания. Это либо религиозные формулы, либо надписи на рунических камнях поминальные, либо отдельные несвязанные руны, таких надписей тоже много, либо наконец есть уникальные памятники редкого содержания. Например, есть такой памятник кольцо Форса шведское 9 век нашей эры. Там текст связанный с фиксацией законов. Предполагают, что это кольцо было кольцом Тинга, то есть кольцом, которое клалось на общее обозрение, чтобы на нем клялись. И там есть надпись где-то длиной примерно 20 слов. с текстом какого-то закона, который очень трудно интерпретируется. Очень архаичный язык, существует десяток версий, как это читается, ни одна из них не окончательная. Так вот, почему при наличии письменности они не фиксируют устную литературу? Потому что они помнят все наизусть. Эпоха викингов это период господства так называемой устной памяти, когда вы не нуждаетесь в письме для того, чтобы что-то помнить. Каждый уважающий себя викинг помнил вообще все, что было релевантно для его жизнеобеспечения. А поэты по исландской скальды, законоговорители и придворные сказители должны были помнить десятки тысяч строк текста. Это не преувеличение. Вся древность и большая часть середневековья в устных культурах господствовал такой тип памяти, который текста центричен. Вы в раннем детстве выучиваете что-то важное из предшествующего опыта родового или племенного, и дальше всю жизнь это помните, накапливаете и добавляете. Это тип памяти, который специфичен для эпохи викингов. Он был таким на всем ее протяжении. Прошу вопрос. Эта аналогия давно проводится. Они и тоже луны как-то между собой нашли связь или нет? Нет, потому что скифы кончились в 3 веке до нашей эры, а викинги начались в 8-м нашей. Тысяча лет разницы. Больше тысячи. Но само мироощущение очень похоже на самом деле. Викинское искусство фигуративно, оно основано на системе очень глубоких звериных образов. Оно возникает. Может, этот формат общества просто предполагает? Совершенно верно. Об этом пишут. Об этом пишут. Вернемся к устной памяти. Устная память это когда вы помните большие объемы текста и можете их произнести хоть сейчас. Сейчас это большая редкость. Сейчас устной памятью обладают актеры, которые вынуждены роли выучивать, литературоведы, которые вынуждены держать в памяти колоссальное количество стихов. Но вообще для нас это не нужно. Мы открываем Google, мы открываем iPhone, открываем Википедию, все сделано за нас. Но в древности не было Википедии, в древности не было iPhone, и все нужно делать через уши и речь. Поэтому память была другая. И не нужно удивляться тому, что письменность была, но статус этой письменности, ее функции были настолько вершинны, настолько приподняты, что для записи таких банальных вещей, как поэзия или устная память или историческая реальность они не употреблялись. Но в финале эпохи виденгов, когда языческое мироощущение, объемы памяти стали снижаться, христианизация привела к тому, что стал снижаться накал мыслительной, религиозной деятельности, потому что в христианстве все сделано до вас, вам не нужно думать, вам не нужно вспоминать, вам не нужно вспоминать богов и вспоминать их гимны, и молиться каждой раз разным, у вас есть один. С христианством пришла латиница, пришел латинский язык и первые памятники письменности на латинице в Скандинавии на латинском языке. Так было до конца 12 века, до середины 12 века, когда в Исландии впервые латиница была применена для записи исландского языка, а начиная с конца 12 века исландцы начали в бешеном ритме записывать свою устную память. Записали они большое количество прозы, во-вторых поэзии. Особенно отличился уже упомянутый Снорис Турлусон, потому что он составил самый большой цикл древнеисландских саг, они повествуют о Норвегии, Исландии и взаимоотношениях между ними. Благодаря этим процессом у нас большая часть устной памяти эпохи викингов сохранилась на исландском языке в Исландии. В Норвегии, Швеции и Дании она полностью утрачена. В более позднее датское, норвежское, исландское средневековье не имеет прямых памятников викинской литературы, прозы и поэзии. А вот в Исландии имеет. У вас вопрос? Вот миссионеры скажем в Ютной Америке, они зафиксировали и по логию и кейс в письмах источников. Те же самые миссионеры христианские, они по логию что нам было для нашего субъектива? Прелесть ситуации заключается в том, что страны Скандинавии христианизовали сами скандинавы. Снорис Турнусон был не только крупнейшим интеллектуалом своего времени, но и крупнейшим знатоком исландско-языческой традиции. У него была память лучше, чем у любого его современника. Об этом писали его современники. Поэтому он по собственной памяти записал саги, носителем которых он был сам. У любого из вас, когда вы войдете в лучшую пору своей жизни, будет желание записать то, что вы помните с детства. Стихи, песни, какие-то воспоминания. В эпоху Средневековья у странниковых скандинавов XIII века это желание привело к записи гигантского количества текстов прозаических и стихотворных. Вся исландская устная проза до этого была устной, то есть она передавалась по памяти. Более того, ни один сказитель, ни один исландец не мог ничего в ней поменять, потому что с их точки зрения сага это вещь, которая существует до нас. Она сделана до нас и может быть только передана, но не видоизменена. В Исландии XIII века сага считалась истиной, сага считалась полностью соответствующей реальности. Другой вопрос, что они реальности немножко по-другому, чем мы понимали, но для них знак равенства между сагой и реальностью был абсолютным. Памятников устной прозы существует несколько сотен, при этом саг несколько десятков, а более мелкие произведения называются пряди, по-исландски сатр. И эти пряди могут быть небольшими, от странички до нескольких, тогда как саги могут быть большими. Например, самая большая из исландских саг, она называется сага о ньяле, в ее полном русском переводе порядка четырех ста страниц. То есть это объемный памятник, и он произносился за один присест одним человеком. Итак, саги и пряди на исландском языке они дошли в рукописях начиная с 13 века. Вот конкретно на этой картинке рукопись 13 века. Вы ничего не видите, я тоже, потому что свет, но вообще это разворот пергаментной книги, полностью изъеденной червями. Вот на этой стороне образец текста, а на этой стороне картинки. В исландские рукописи не обязательно только текстовые, они еще с картинками. Таких рукописей дошло несколько десятков рукописных книг, все они сейчас собраны в Копенгагене, в так называемом институте Ари Магнусона. И благодаря этому рукописному наследию у нас есть возможность прочитать то, как исландцы воспринимали эпоху викингов с точки зрения собственной устной литературы. Что касается устной поэзии, то было два не пересекающихся ее вида. Это так называемые эдические стихи, короткие алитерационные стихи, которые на русский язык переведены полностью, поскольку они собраны всего в двух произведениях, в старшей эде и в младшей эде. И более многочисленные так называемые эскальдические стихи, которые написаны совершенно другим усложненным стилем, стилем, который невозможно понимать без, во-первых, синтаксического перевода на нормальный древний исландский язык, и, во-вторых, без перевода метафор на нормальную речь. Ну, например, там что-нибудь типа вместо драккара они будут писать конь моря, или вместо меч они будут писать тор битвы, вот так, или вместо, скажем, слова браслет они будут писать золото фреи, и все тексты состоят из вот такого накрутки этих метафор, они называются кеннинги, и их содержание довольно простое, иногда даже очень прозаичное, но поскольку они выражены в таком барочном языке, то стиль скальдической поэзии резко отличается. Скальдических стихов до нас дошло много, самый ранний зафиксирован для IX века, это так называемая скальдическая драпа Браги Старого, и существовали они в Скандинавии до конца эпохи викингов. На исландском языке они все записаны, причем самыми лучшими поэтами считались именно исландцы. Итак, в чем состоит, я уже завершаю, феномен устной памяти. Вот в этих самых строчках как поэтических так и прозаических записанных на древне исландском языке начиная со второй половины XII века и на протяжении XII, XIII, XIV до нас дошло собрание текстов, большая часть из которых не менялись на протяжении всей эпохи викингов. То есть единожды возникнув, дальше они передавались по устной памяти в неизменном виде. Это в первую очередь касается стихов, во вторую очередь прозы. Поэтому современные скандинависты, современные викинговеды пережили этап критического отношения к исландским сагам и сейчас используют их как источник огромной разрешающей способности, очень достоверной для проникновения в то, как в эпоху викингов люди видели себя, мир, историю, государственность, религию, генеалогию, в общем, все то, что мы считаем содержанием исторического процесса. Ну и в завершение могу сказать, что современное викинговедение область очень разработанная и мы сейчас знаем об эпохе викингов гораздо больше, чем знали еще полтора века назад, когда образ викингов был таким романтичным и в самой Скандинавии интерес к викингам был связан именно с романтической идеей национального возрождения. В России то же самое. У нас вот этот в 19 веке интерес к эпохе викингов подпитывался ее ролью в истоках древнерусского государства. Понятное дело, что древнерусское государство это один из сюжетов эпохи викингов, далеко не единственный, но очень типичный, очень типичный. Когда нам говорят, что русское государство это такое уникальное образование, которое не имеет аналогов мировой истории, каждая история не имеет аналогов мировой истории, потому что она делается на определенном месте определенными людьми, и другого такого места и других таких людей нет. Но паттерны, модели, по которым возникает государство на протяжении эпохи викингов, одни и те же от от Ирландии до Киева и от Нормандии до королевства будущих шведов. Причем на территории Восточной Европы государственность возникает раньше, чем, например, в Норвегии, где прочная королевская власть, первая попытка IX века провалилась, и до начала XI века прочной власти не было. В Швеции тоже только рубеж X-XI веков. А у нас, получается, долгий путь государственной начался в VIII веке, и уже на рубеже IX-X она возникла в том виде, в котором ее впоследствии будут писать древнерусские летописты. Поэтому в этом смысле мы несколько впереди скандинавских государств. У вас вопрос? Да. Поскольку задали вопрос, именно основания ритмами древнерусского государства, правда, что вплоть до принятия христианства правители называли себя не князьями, а каганами. То есть это было... Они заинствовали государственность у хазар, у тюрок, а только с принятием христианства у них появился титул князь. Они за этим числом назвали себя князьями. Ну, смотрите, слово князь славянское, да? Соответственно, если вы говорите на славянском языке, то вы говорите слово «князь». В IX-X веке оно звучало так «кунэнзи». Об этом будет целая лекция лингвиста, и он вам расскажет, как это все на самом деле произносилось. Когда викинги-русы общались с другими людьми на западе и на юге, то, скорее всего, они называли правителя либо Каган, либо они могли его называть Малик. По-арабски Малик — это царь. И в арабских источниках X века правитель русов называется Малик, то есть царь. В самом древнесеверном языке было только одно слово для обозначения правителя высшего ранга. Это слово конунгр. И именно так себя называли конунги Скандинавии. Их было в десятке. В том числе будущие родоначальники правящих династий Норвегии, Дании и Швеции тоже конунги. Что касается титула Каган, это титул тюркский. Он равнозначен титулу император. То есть это титул более высокого ранга, чем конунг. Поэтому когда речь заходила о правителе самого высокого статуса, то есть источники, согласно которым один из скандинавских конунгов именовал себя Каганом. В этом нет ничего удивительного, учитывая, что на протяжении всей эпохи викингов русы боролись хазарами. На раннем этапе сотрудничества, торговля на восточных путях, а на более позднем этапе геополитическое противоборство, которое завершилось после 969 года, и больше у нас нет источников после этого времени, когда мы можем говорить, что титул Каган звучал у русов. В древнерусских летописях они назывались князья, потому что древнерусские летописи написаны на славянском языке. Да, я уже закончил, поэтому сейчас чисто вопросом. Какая основная причина отказа от язычества? Отказ от язычества это процесс, то есть это не одномоментное явление, а у любого процесса есть соответственно внутренняя динамика, эта внутренняя динамика заключается в том, что мир викингов все более и более вступает в взаимодействие с христианским миром. Первая христианизация русов датируется середины IX века, вторая временем Ольги, третья временем Владимира, окончательная на протяжении XI-XII веков. Поэтому процесс очень длительный и он идет по нарастающей. Антон? Да, очень интересно, я вас предложил вам, да, он это XII век, это XII век. Как это происходит переход с одного с другой сочетания латыни и тарган и тарган 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 Значит, самые поздние периферийные памятники иронической письменности существуют вплоть до XIV века. В Бергене еще в XIV веке употреблялись свинцовые документы, свинцовые пластинки с надписями на младшем футарком, очень поздним. Внимание, на латинском языке. То есть на латинском языке есть в Норвегии надписи футарка. Но это пережиточный момент. Это смерть после смерти. Поэтому да, у нас есть руны XII века, XIII века, XIV века, но, во-первых, все меньше, а во-вторых, они уже функционируют совершенно не так, как должны функционировать нормальные руны. Не для магических текстов, не для магических имен, не для сакральных контекстов. Все это уходит. Я обещал рассказать. Я думаю, что у нас со временем? Минут 15 есть. во-первых, даже 20. Отлично. Значит, слово «Русь» фиксируется впервые в IX веке одновременно в трех языках. На латинском, на греческом и на арабском. Произносилось оно в IX веке, судя по всему, следующим образом. «Рос», «О» «Долгое» и «С». В зависимости от языка и письменности, на котором оно записано, оно имеет немножко разную контекстуализацию. в латинской письменности оно впервые появляется в так называемых бертинских анналах. Посмотрите обязательно в Википедии, что это за памятник. Это памятник каролинской, то есть французской историографии первого и IX века, в котором есть эпизод с появлением неких людей, которые при их допросе оказываются шведами, свионами, но при этом называют себя посланцами Кагана-россов. И там слово Каган прямо латинцей написано Хаканус. И слово Рос написано таким образом, что как будто оно переписано с греческого языка Р-Х-О-С. Действительно так транслитерируется слово Рос, которое есть в Библии. В Библии оно датируется очень древнееврейским временем и представляет собой ошибку перевода древнееврейского слова князь по древнееврейски Рош. Здесь надо чуть-чуть подкрутить вот эту штуку, потому что она ослабилась. И в греческом переводе Ветхого Завета это слово есть. Да и греческий перевод Ветхого Завета датируется Третьим веком до нашей эры и был прекрасно известен в Европе, потому что именно с него был потом сделан латинский перевод в Третьем нашей. Таким образом это слово очень проблемное, но сам контекст бертийских аналов говорит о том, что это были реальные люди, которые были посланцами реального народа. И в этом памятнике отчетливо ясно, что это были какие-то восточноевропейские викинги, которые по своему исходному происхождению были и Швеции, поэтому они сами себя назвали свионы, то есть латинское слово для обозначения этнонима одного из скандинавских племен. Но при этом в Восточной Европе они себя называли народ рос и своего правителя титлом каган. Современные археологические исследования позволяют локализовать исходное движение этих ребят откуда-то из Верхнего Поднепровья, где сейчас Смоленска, Гнездово. По крайней мере, там открыты комплексы 830-х годов с византийскими золотыми монетами, с арабскими монетами 9-го века и такого статуса, который даже в самой Скандинавии однозначно квалифицируется как высочайший королевский, конумский какой год. Ну и, наконец, славянское слово Русь. Мы его знаем по древнейшим славянским памятникам 11-12-го века летописным. Этимологически оно связано с обозначением шведов в прибалтийско-финских языках. Прибалтийско-финские языки — это языки, которые территориальны между Восточной Европой и Скандинавией. Вся Эстония, вся Финляндия, Приладожье, окрестности Новгорода, в эпоху викингов там везде жили прибалтийские финны. Поэтому славяне Северной Руси и Скандинавы и Скандинавии сообщались между собой именно через арел финнов. Вот у финнов обозначением Швеции является слово, которое в VII, VIII, IX веках звучало как «роотси». Вот это самое «роотси» закономерно дает в славянском языке Русь, о чем есть большая литература и, в общем, с точки лингвистики это высокодостоверное построение. поэтому значит вот наше исходное обозначение этносоциума скандинавского викинского которого мы называем Русью или русами его славянское обозначение восходит к скандинавскому слову, которое звучало на востоке Швеции в области которая сейчас называется Руслаген А в эпоху викингов она называлась Родз З звучало The Rodes Вот это слово в довикинское время было исходным местом мореплавания по всей Балтике Шведского мореплавания по всей Балтике Поэтому финны эстонцы и все прочие ознакомились с этими ребятами очень рано в довикинское время А в эпоху викингов когда началась экспансия этих ребят в Восточную Ропу Ладога лесная зона южнее это слово стало общеупотребительным среди славян Восточной Европы в том числе в том славянском языке который сами русы использовали между собой Прошу вас У меня вопрос по сагам Вы сказали что саги на которых сейчас историки опираются как сказания которые никогда не изменялись то есть они устно передавались из века в век но при этом не изменялись как историки вообще понимают что они не изменялись сложно поверить что когда какое-то устное произведение передается из уст в уста кто-то случайно непреднамеренно а может быть и преднамеренно возьмет и изменит все это дело и потихонечку ошибка накопится в течение долгого времени значит значит смотрите ошибка накапливается и мы знаем случаи когда устная традиция меняется тогда когда меняется язык но ошибка не накапливается если есть два запрета первый запрет это запрет что-либо менять и второй запрет это запрет менять звучание в этом случае текст передается неизменно и может передаваться неизменно в течение нескольких тысячелетий Я приведу один пример, который я постоянно привожу студентам, потому что этот пример самый яркий. Это запись древнеиндийских гимнов в IX веке н.э. Мы точно знаем, что до IX века эти гимны не записывались, потому что был запрет на запись текстом. Они передавались из уст в уста специальными сказителями, они называются ведийские риши. Существовало несколько десятков школ, каждая из школ соревновалась друг с другом в точности передачи. В IX веке они были впервые записаны, а древнейшие рукописи, доступные сейчас, дошли от XV века н.э. В XV веке н.э. тексты древнеиндийских гимнов были записаны ровно так, как они звучали в XVIII веке до н.э. Ни один звук не поменялся. Ни один. То есть на самом деле нам сложно в это поверить, но мы должны переступить через себя и поверить. Потому что в эпоху древности и средневековья мы имеем повсеместно в культурах живой устной памяти, живоустной традиции достоверные доказанные примеры, когда текст не меняется веками. Поэтому в эпоху викингов это было так. Мы знаем, что был запрет на произнесение САК не так, как они были усвоены. То есть передатчикам САК запрещалось менять слова. Если кто-то из знатоков САК уличал другого знатока САК, что тот меняет слова, меняет смысл, меняет сюжеты, то вечная кара, вечный запрет на передачу САК. Все, человек недостоверен, человеку верить не будем. Это очень похоже на силу слова, например, в замкнутых субкультурах. Если вы что-то сказали, то это серьезнее, чем вырублено топором. Вот в Исландии запрет на то, чтобы менять единожды сложившиеся тексты, был абсолютным. Так, прошу вас в зеленой майке. Вас. Правильно ли я знаю, что викинские племена нападали, в том числе и на других же викинских племенах? Абсолютно. Как они выбирали для себя жертву? Во Францию, в Италию пойти и грабить или соседнее племя викинское напасть? На излете эпохи викингов, когда ездить далеко для грабежей стало накладно, они не брезговали грабежом друг друга. Мы хорошо знаем, что, например, отдельные фюльки норвежцев вполне себе допускали походы в Швецию, пограбить шведские фермы в 11-12 веке. В Исландии отдельные регионы, она была по кругу заселена в течение 10 века, и если вы, скажем, с западной четверти юноша, который имеет дружину из 10-20 человек, вы спокойно сможете отправиться в южную четверть и пограбить там. Да, вы после этого будете объявлены вне закона на какое-то время, ваши родители будут возмещать урон скоту и людям, но при этом вы реализуете задачу пограбить. Мы сейчас с трудом тоже в это можем поверить, но закон трактовался в эпоху викингов немножко иначе, чем сейчас. Был запрет на то, что мы сейчас называем уголовщину, но при этом было желательно позаниматься уголовщиной до определенного возраста. И после этого возраста желательно заняться чем-то путным, можно заняться либо продолжив викинские дела за морем, и тогда желательно торговать, либо же остепениться, отделиться отдельным хутором, завести хозяйство, в конце концов жениться и завести детей, и зажить так называемыми крепкими традиционными ценностями. Но вот до этого, если ты не очень пограбил или ты не отличился в воинской доблести в составе чьей-либо дружины, твоя социальность в среднем и взрослом возрасте будет снижена. То есть как бы напоминает очень много чего в новое время. Можно мы отдадим молодому человеку последний вопрос и нам пора закругляться? Последний или предпоследний? Последний. И объявим перерыв. Да, значит, существует такая вот версия, что помимо наступившего климатическому пессиуму в 9-10 веках, в Скандинавии еще складывается особая система феодальных отношений, когда землю передавали только старшему сыну, а все остальные оставались как бы ни с чем. И из-за этого это их как бы подталкивал на совершение вот тех самых грабежей. Можно как бы буквально пару комментариев по поводу феодальных отношений в Скандинавии, да, земельных скорее отношений 8-10 веков? Да, значит, вы совершенно правы. Сейчас современные скандинависты не называют это феодальными отношениями, потому что классический западноевропейский феодализм в Скандинавии так и не возник, причем нигде. Даже в Дании, которая была, в общем, более или менее в южной этой самой. Но из того, что мы знаем по правовым памятникам, действительно складывается впечатление, что при наследовании старший сын был более равен, чем все другие. Эта ситуация не очень выпукла, но следует из норвежских правовых памятников и более поздних шведских правовых памятников. Другой вопрос, что они записаны в 12-13 веках, соответственно, большая часть скандинавской медвестики – это вопрос, можем ли мы их нормы экстраполировать на эпоху викингов. Если мы говорим, что да, можем, то тогда да, один из факторов эпохи викингов – это те самые младшие наследники.